Призрак оперы. Второй эпизод конкурса I'm Singer. Дорогие друзья, спасибо вам за активную поддержку. Благодаря вашим комментариям и подписке, YouTube лучше продвигает материалы о вашем любимом артисте. Мы продолжаем рассказ о неизвестном Сингере на основе эксклюзивных кадров, которые мы собрали во время съемки нашего фильма «Миссия Дэддида». Первый тур конкурса стал полной неожиданностью для всех благодаря темной лошадке по имени Димаш. Про второй эпизод шоу тоже можно сказать, что он был полон сюрпризов. Второй тур по расписанию должен был выйти в эфир «Китайский Новый год», поэтому съемки проходили с учетом новогодних традиций, о которых Димаш ничего не знал. Все это было для него в первый раз. Немного больше об этом и чем это все в результате для него обернулось, мы расскажем в следующей серии. Конкурсантов ждал сюрприз. Очередь выхода на сцену в этот раз определял жеребий, упакованный в новогодние подарки. Димашу досталась коробка с номером 3 и бонусом на автомобиль. Во втором туре стилисты сделали Димашу новый драматический образ, который по идее режиссера в шоу соответствовал замыслу самой песни – «Опера-2». Один в доме, скрипнула дверь, ветер осенний воет, боль, судьба, которую нельзя изменить. Это сценарий трейлера или фильма ужасов. Но не тут-то было. Димаш всегда полон сюрпризов. Давайте посмотрим, чем же он решил удивить своего зрителя. В то время, как конкурсанты уже готовились к съемкам, а зрители занимали места в зале, в полном секрете от Димаша в город Чин-Сша на Сингер прилетел его отец – Канат Айтбаев. Я очень рад, что приехал сюда, ведь Китай – это великое государство. Здесь воспитывают замечательных артистов мирового уровня. С одной стороны, это большой обмен опытом. Здесь главное – не победа, а участие. Пока Димаш готовится к выходу во втором туре, давайте вспомним, как он настраивался в первом. После последнего выступления мой исполнитель получил новое имя «Импортный мальчик». Вот он успокаивает перед СВС свою команду. Не волнуйтесь, расслабьтесь. А сам изо всех сил старается держать волнение. А теперь посмотрите на него во втором туре. Озорные чертики в глазах. Он явно предвкушает веселье. Что же он задумал? А тем временем в зале уже готов для него сюрприз. В толпе перед сценой появляется его отец. О приезде Каната знал оператор, который увидел и снял его в темноте зала. Зрители, которые с изумлением следят за вокальными высотами, которые берет Димаш, даже не подозревают, что ему уже приходилось исполнять эту песню. Юмористическая передача «Кызык тайм». Димаш, кодай берген. Карсалыны за! Совершенно другими словами. Димаш, кодай берген. Возможно, именно поэтому он исполнил оперу 2 в настроении абсолютно противоположным ее содержанию. Кадры, которые вы сейчас видите, уникальны. Они сняты во время выступления Димаша прямо в сердце Сингера, парадного зала телестудии. Покорив всех вокальной акробатикой, довольный Димаш благодарит музыкантов и зрителей. Спасибо, маэстро. Огромное спасибо. И тут настает черед удивиться ему самому. В зале он замечает знакомое лицо, которое никак не ожидал увидеть здесь. Он обнимает своего отца. Давайте поаплодируем и его отцу. Его отец приехал. Так здорово. Трогательные сцены его встречи с отцом запомнили зрителям не меньше, чем виртуозное исполнение опер 2. Я хорошо справился. Потрясающе. Я просто знал, что мой отец здесь. Мы так скучаем по тебе. Я хочу домой. Нет, мы болеем за тебя. Чувствуй себя неописуемо. Потрясающе. Спасибо. Теперь совсем по-другому приветствовать Димаша после выступления конкурсанты. Он уже доказал, что достоин соревноваться с известными исполнителями, которые еще не знают, что их ждет впереди. Это была шутка. Даже 100 автомобилей нельзя сравнить с вашими молитвами. Он такой милый. Кто же мог подозревать, что этот казахский парень и во втором туре станет победителем и в итоге лидером первого этапа конкурса по сумме первых двух эпизодов. Победитель повторился. Поздравляю. Есть чем порадовать отца. А сейчас редкие кадры очевидца. Ожидание было не напрасным. Какой сюрприз! Второй раз подряд первое место. Радость отца и сына сложно описать словами. Очень поздно. В 2 часа ночи после съемок Димаш наконец выходит из здания ВНАМ ТВ, чтобы встретиться с первыми своими поклонниками. Пока что это небольшая группа, потому что шоу снималось заранее и на момент второго тура еще не транслировалось в эфире. Но они уже выучили самое нужное слово. Пока на русском. Они же провожают Димаша и Каната вплоть до их дома. Мы подготовили для вас много сюрпризов с китайского конкурса. Один из них смотрите прямо сейчас. Димаш поет акапелла в гримёрке на сингере. Подписывайтесь на наш канал. Поддерживайте донатами на Патреоне, чтобы смотреть наши видео раньше всех. Сегодня о сюрпризах на сингере рассказала Ольга. Будьте здоровы!